Дальние воды Тихого океана. До ближайшего материка отсюда тысячи километров. Глубина более четырех тысяч метров. По морскому дну разбросаны вот эти странные и небольшие камни. Их здесь целые поля, возможно бескрайние поля, размерами с очень крупную страну, даже больше Индии. Называется это место Кларион Клиппертон. А миллионы камней на морском дне это крупнейшие в мире запасы марганца, никеля, меди и кобальта. Всего того, что мы не задумываясь, держим в руках каждый день, смартфонах и ноутбуках. Из этого делают двигатели машин, самолетов, электрические сети, стальные конструкции. И все эти нетронутые морские сокровища оцениваются в потенциальные триллионы долларов. А некоторых металлов здесь даже больше, чем во всех наземных запасах вместе взятых. Но есть нюанс. Эти залежи никому не принадлежат, потому что находятся слишком далеко в международных водах. Но это не останавливает десятки стран претендовать и бороться между собой за то, что может стать новой нефтью 21 века. Это всем известный город Рим. Древняя столица некогда могущественной империи, что захватит территории от британских островов аж до Египта. А это так называемая соляная дорога. Вия Салария. Именно с нее и начинается возвышение Рима. Дело в том, что соль в древнем мире это стратегический товар. Ну, чтобы выживать, потому что тогда это чуть ли не единственный способ сохранять и запасать продукты питания. Так вот, римляне начинают контролировать поставки соли из устья реки Тибор. Это вот древняя остея, там эту соль добывают. А дальше все торговые маршруты в сторону Адриатического моря и на юг как раз идут через Рим. Соль гарантирует городу продуктовую безопасность. Там начинают зарабатывать на соляных налогах. На эти деньги они строят инфраструктуру и, естественно, успешно воюют. Кстати, слово солдат, так же как и английское селари, зарплата, это прямые родственники слова соль. Латинское солариум, это как раз соляной паек, жалование. Те самые деньги, которые получают римские солдаты, чтобы сопровождать драгоценный груз и потом, чтобы эту соль покупать. Погоди, а при чем здесь вообще Древний Рим? А эта история наглядно показывает, что с давних времен люди стремятся контролировать ресурсы и маршруты их доставки потребителю. Потому что именно это ключевая причина успеха объединений, что называются государствами. Соль поможет Риму вырасти в империю, золото вознесет, а потом и погубит Испанию. Сахар и табак перекроят карту двух Америк, поиски угля взамен леса устроят промышленную революцию в Великобритании. Нефть возвысит Соединенные Штаты и сделает Ближний Восток главными в мире по деньгам и воинам. Газ спасет Россию. Логичный вопрос, а какой ресурс следующий и кому он принесет успех и процветание? Как вы понимаете, универсального ответа нет. Потому что часто люди знают о каком-то ископаемом давно, но пользуются им с эффективностью это вот как экраном айфона гвозди забивать. Например, индейцы Северной Америки нефтью лодки смазывали, чтобы те не протекали. Или радиоактивный уран сегодня основа самого разрушительного в мире ядерного оружия, самых мощных электростанций. А до этого его в краску для фарфора добавляют для качественного оттенка. Похожая судьба у другого популярного нынче металла – кобальта. С древности из него также делают краску, чтобы фарфор и керамика приобретали глубокий темно-синий цвет. А теперь оцените, насколько больше кобальта вдруг понадобится миру за последние десятилетия. Есть еще один интересный металл, его тоже добавляют в керамику и стекло. И сегодня его добыча также растет с каждым годом. Литий. Почему так происходит? Потому что и литий, и кобальт, а также и другие химические соединения очень нужны сегодня вот здесь, в самом популярном хранилище энергии 21 века – литий-ионной батареи. Дело в том, что любой такой аккумулятор состоит из катода и анода. Анод делают обычно из графита, а для катода нужно четыре очень востребованных сегодня металла – марганец, никель, кобальт и литий. И вот считайте, в вашем смартфоне этого лития примерно 3-5 граммов. В ноутбуке уже 20-50, на электросамокат израсходуют от 1 до 2 килограммов, на легковой электрокар от 10 до 50, а вот для электробуса, что развозят пассажиров, например, по улицам Москвы – все 400. И обратите внимание, что с каждым годом аккумуляторных гаджетов на планете все больше. Они увеличиваются в размерах, тяжелеют, становятся быстрее и навороченнее, а значит им нужно все больше энергии и того самого лития. Но посмотрите на таблицу Менделеева. Литий там под номером 3. Это самый легкий металл на планете и один из самых реактивных. Вот, например, что будет, если бросить его в воду. Он тут же вступает в реакцию, начинает пузыриться и тает, как таблетка аспирина. И вот из этого легкого, мягкого и реактивного лития создают аккумуляторы с очень высокой плотностью энергии, но при этом с минимальными размерами и массой. А где откопать этот уникальный металл? Пока что у четырех основных поставщиков. Аргентина, Китай, Чили и, конечно же, Австралия. Там добывают практически половину всего мирового лития. Но есть опять нюанс. 90% австралийского сырья в Австралии не остается. Отправляется куда? В Китай. А почему туда? Ну, потому что вот это самое производительное в Австралии, да и вообще пока в мире, литиевое месторождение на 51% принадлежит китайской компании. А теперь оцените красоту аргентинского лития, точнее мест, где его нещадно добывают. Кто здесь главный? Другая китайская компания. А это уже пейзажи чилийской пустыни Атакама. Здесь тоже активно выпаривают металл для будущих аккумуляторов. И кажется, что занимаются этим местные производители. Но вы уже догадываетесь, что основной акционер чилийской литиевой компании все та же китайская корпорация, что контролирует добычу в Австралии. А есть еще соседняя Боливия. Лития здесь пока добывают совсем мало, но зато на сегодняшний день у страны самые большие доказанные запасы этого металла. Они находятся вот здесь. Это место называется литиевый треугольник Южной Америки. Металл здесь содержится в огромных и засушливых соляных равнинах. Их делят между собой как раз те самые Аргентина, Чили и Боливия. И на троих у них больше половины вот всех разведанных запасов. И знаете, кто выиграет основные контракты, чтобы добывать литий в Боливии? Внимание, Росатом и снова китайцы. А зачем китайцам столько лития? Ну, его больше всего сегодня уходит, чтобы штамповать батареи для машин. А кто крупнейший производитель электрокаров? Нет, не американская Тесла и даже близко не какой-нибудь европейский Volkswagen, а китайская компания BYD. Только они в 23-м году продадут 3 миллиона новых машин с аккумуляторами. Именно в Китае сегодня производят три четверти всех литиевых батарей на планете. И что самое важное, китайцы контролируют все. Добычу лития, его переработку, поставки и остальные компоненты для аккумуляторов тоже. Например, тот самый кобальт. Этот серебристый металл придумает поместить в аккумуляторы британо-американский химик. Позже японский ученый технологию докрутит. Кстати, и тот, и другой получит Нобелевскую премию по химии за эти открытия. И впервые этим изобретением воспользуется как раз японская компания Sony еще в 91-м году. Так вот, кобальт своими свойствами увеличивает количество циклов перезарядки аккумуляторов и позволяет им работать при более низких температурах. Да и вообще делает так, чтобы батареи вот не взрывались. Сегодня практически 70% всего кобальта планеты для самых чистых зеленых и технологических гаджетов добывает в том числе и в таких диких условиях демократической республики Конго. Только вот опять главные инвесторы и покупатели на этот раз африканского стратегического металла все те же китайские компании. Теперь никель. 75% этого сырья, где бы его не добывали, направляется в одну единственную страну. Китай. Марганец. Опять китайцы главные покупатели марганцевой руды. Ну и наконец последний элемент аккумуляторного пазла. Графит. Кто и сколько сегодня его в мире производит, сами все видите и понимаете. То есть Китай активно создает монополию, чтобы добывать или контролировать ресурсы для аккумуляторов по всему миру, а потом, имея все необходимое, производить эти батареи только у себя. Как они смогли такое провернуть? Вовремя задумались о собственной энергетической безопасности. 1959. Вот здесь, на севере страны, открывают крупнейшее в Китае месторождение нефти. Дацин, что переводится как «Великое празднество». В чем праздник? Но в то время Китай достаточно аграрная страна, и найденной нефти хватает и на себя, и чтобы не зависеть от Советского Союза, тогда Мао уже поссорится с Хрущевым, и найденной нефти хватит, чтобы продавать ее в Японию, где как раз промышленный, экономический и автомобильный бум. Но к концу 80-х уже сам Китай проведет реформы и рванет вперед. Для новых растущих городов и огромного населения потребуется все больше энергии и, следовательно, нефти. И уже в 93-м произойдет историческое событие. Оно определит не только ход развития Китая, но и всей мировой экономики. Китайцы начинают массово закупать зарубежную нефть, потому что, собственно, уже просто не хватает, и становятся одними из крупнейших импортеров в мире. И оцените, как быстро усиливается зависимость. 95-й год. Пока это не самая главная статья китайских расходов. Менее 2% и относительно небольшие 2,2 миллиарда долларов. 10 лет спустя Китай тратит на черное золото уже почти 42 миллиарда. Это уже 8% их импорта. В 2015-й нефтяные поставки в Китай доходят до 120 миллиардов. В 2021-й 208 миллиардов, и эта цифра продолжает расти. Стоп, а при чем здесь литийовые батареи собственного производства? А это один из способов стратегически снизить зависимость от нефтяных поставщиков. Немного контекста для понимания. Вот кому сегодня нефть нужнее всего? Долгие годы главные покупатели и потребители — это США. Сейчас им на пятки наступает Китай, плюс еще вот резво подтягивается Индия. Но обратите внимание, насколько быстрее растет потребление нефти в Китае, чем в Америке. И теперь именно китайцы больше всего ее покупают за рубежом. Но в общем потребитель номер один по-прежнему США. Потому что они еще эту нефть сами добывают больше всех на планете. То есть закупать ее на стране по-любому нужно меньше, чем китайцам. Плюс еще один важный момент. Штаты — это самая автомобильная страна мира. И без бензиновых колес ты там просто не сможешь нормально жить. А американские железные дороги в первую очередь нужны, чтобы грузы перевозить, а уж потом пассажиров. И вот представьте, Китай. Вы понимаете, что с каждым годом в вашей экономике нужно больше энергии. И, следовательно, больше надо закупать или добывать всего того, из чего эта энергия получается. Уголь, нефть и газ. У вас под полтора миллиарда населения. На носу стремительный рост городов, где людям нужны будут машины. Да и между городами надо как-то перемещаться. Но при этом имеется серьезный геополитический конкурент. Ему самому нефти нужно дофига. Он сам ее производит, а значит, может влиять на цены. А еще влезает с пушками в регион, где эту нефть активно добывают. Если коротко, у вас очень мало стратегического ресурса. Он вам очень нужен. И при этом вам его могут перекрыть. Большинство продавцов нефти сидит где? В Персидском заливе. А, следовательно, самый популярный маршрут доставить ее в Китай — это вот танкерами через узкий Малакский пролив и Южно-Китайское море. И опасностью только одна — называются Соединенные Штаты Америки, их вездесущие армейские базы и военно-морской флот. Ну потому что если случится какой-то конфликт, например, вокруг Тайваня, и Китай захочет применить силу, то США с союзниками могут спокойно заблокировать ближневосточную нефть, что идет в сторону Китая вот здесь. А 75% китайских потребностей — это как раз поставки из-за рубежа. Что вы будете делать? Ну, во-первых, ни с кем раньше времени не ссорятся. А во-вторых, искать альтернативы нефти и всему, что с этим связано. Вместо бензиновых автомобилей иностранного производства вы вкладываете огромные деньги, чтобы научиться создавать и собирать свои авто, а в перспективе превратить их в электрокары. Плюс с многомиллиардным населением вам никак нельзя идти по пути США, где вот машина покупается в каждую семью. И вся страна — это одни сплошные автомобильные дороги. Вместо этого вы делаете ставку на скоростные электропоезда между городами. Пускай они будут так купаться лет сто, зато, по крайней мере, нефть напрямую не жрут. А внутри загруженных китайских городов вы сделаете все, чтобы пересадить людей на те самые электрокары, электровелосипеды и электросамокаты. Ну и, наконец, третье. Вы должны стать лидером в технологиях по возобновляемой энергии. Несмотря на то, что Китай — главный загрязнитель земной атмосферы, потому что вот ребята всю дорогу плотно сидят на угле и сами страдают от этого в первую очередь, за последние 20 лет они превратятся в главных мировых генераторов солнечной энергии. Но опять куда важнее, что китайцы сегодня производят под 80% солнечных батарей. Вот всех солнечных батарей на планете. А если говорить о самих пластинах и технологиях, то здесь доля Китая еще выше почти 95%. Буквально недавно они уничтожили практически всех европейских производителей. Благодаря правительственным программам. Тем, кто занимается этими технологиями, в Китае давали дешевые кредиты, субсидии, земельные участки под производство. Вот пример. В 2009 году Евросоюз публикует свою знаменитую директиву о возобновляемых источниках энергии. Но сейчас понятно, что ребята почуяли, что нефть будет стоить под 100 долларов за баррель, газ тоже дорогой, значит массово будем переходить на ветряки и солнечные панели. Отличная идея, думают в Китае. Заработаем. И начинают активно наращивать производство. И к 2018 году оно вырастает в 5 раз. А доля китайцев жирает и японцев, и немцев, и американцев. Но спрос и рентабельность оказываются ниже, чем ожидали все. Что делать? Ну за два года китайский банк развития выдает собственным производителям кредитов на 47 миллиардов долларов, чтобы те оставались на плаву. И запускает программы поддержки, чтобы солнечные панели даже по низким ценам продавались в Китае. Но при этом там никто раньше времени не закрывает угольные или атомные электростанции. Еще раз обратите внимание, откуда в Поднебесной в основном берется электричество. Тот самый грязный и нехороший, нелюбимый всеми уголь в Европе, в Китае по-прежнему номер один. Только вот местные химики и инженеры с каждым годом докручивают технологии очистки. А на перспективу власти, конечно, не забывают о новых источниках энергии. Обратите внимание на этот график. В конце 23 года впервые электричество от ветра там получат больше, чем от угля. Но вот это ли не доказательство верного пути? Да, только в это же время Сименс отчитывается об убытках в 5 миллиардов долларов на своем ветроэнергетическом бизнесе. А в 2024-м ожидает еще минус 2 миллиарда. Плюс в Евросоюзе рекордный спад потребления электричества из-за того, что цены на него взлетели вверх. Многие промышленные предприятия из-за этого становятся просто нерентабельными. Но вернемся в Китай, там с каждым годом все больше электричества производят и жгут нефть, газ и уголь, не стесняясь. И все эти миллиарды долларов, что вот на солнечные панели, что на поддержку электрокаров, в этом сравнении копейки просто. Зато выхлоп такой, что Китай делает всех по технологиям. Ну потому что сейчас больше половины всех новых электрокаров планеты китайские. Они навороченные, некоторые даже космически шикарные, но самое главное, они дешевле и доступнее. Сравните. Средняя цена на Теслу сегодня в районе 45 тысяч долларов. А модели нового мирового лидера по электрокарам BYD обходятся в два раза дешевле, 22 с половиной. Ну или совсем по краям. Самая дешевая Тесла в Штатах стоит 39 тысяч, а самый дешевый BYD в Китае 12. Или еще один пример. 1984. Немецкий Volkswagen первым из зарубежных компаний открывает свое автомобильное производство в Китае. Shanghai Volkswagen Company. Пожалуйста, подписывайте историческое соглашение. Лично приедет немецкий канцлер Гельмут Коль. Бизнес пойдет так хорошо, что в 2020 году из 9 миллионов машин, что Volkswagen продает по всему миру, 39% это Китай. Очень лакомая доля, но при этом очень опасная зависимость. Потому что теперь, когда Китай, да и сама Европа массово пересаживается на электрокары, даже такому огромному и опытному немецкому зверю сложно выдерживать конкуренцию. Volkswagen теряет китайскую долю и вынужден жестко снижать цены. Пожалуйста, самый продаваемый электрокар Volkswagen ID.3 в родной Германии в среднем стоит 35 тысяч долларов, а в Китае его продают в два раза дешевле, 16 600. И сегодня уже не европейцы едут открывать производство в Китае, а наоборот. Chinese automaker BYD says it will build a new electric car factory in Hungary, becoming the first Chinese company to make cars in Europe. Только вот не похоже, чтобы власть и ЕС сильно ждали китайцев. Объясняю. В начале 2023 года страны Евросоюза подписывают соглашение, что через 12 лет они полностью откажутся продавать у себя новые машины с двигателем внутреннего сгорания. Но уже осенью 2023 года в ЕС бьют тревогу, что видите ли, нечестно. Китайские электромобили на европейском рынке стоят слишком дешево. И надо бы провести расследование, в случае чего врубить заградительные пошлины. А то китайцы убьют нашу автомобильную промышленность так же, как совсем недавно убили производство солнечных панелей. Ну такая вероятность есть, потому что в руках китайских компаний, как я уже говорил, вся цепочка от сырья до ключевого продукта аккумуляторов. А теперь сравните итоговый результат. Тот самый Volkswagen ID.3 только на треть делают из собственных компонентов. Американская третья Tesla на 68%, а вот китайский BYD на все 75%. А знаете почему? Потому что в 95-м эта китайская компания, которая, кстати, переводится как Build Your Dreams, начинается не с машин или автобусов. Ее создает 29-летний китайский инженер и химик, а нынче еще, естественно, и миллиардер, чтобы собирать аккумуляторы для мобильных телефонов. В доказательство успеха, как сегодня выглядит топ аккумуляторных производителей. В лидерах те самые BYD, а среди не китайцев там только корейцы и японцы. Как раз те, кто начинал производить литий-ионные аккумуляторы. Интересно, получается, что в борьбе за технологии и ресурсы побеждает принцип, который приписывают Ленину. Капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим. Ну, например, технологичные ребята из ЕС десяток лет назад поставят на зеленую энергетику, чтобы заменить уголь, нефть, газ или опасный атом. А что получают вместо этого? Китайские монополии. Потому что в их руках теперь и ресурсы, и необходимые знания о них, и технологии, и продажи. А вот что бывает, когда у тебя не хватает каких-то деталей этого пазла, технологий или сил захватить ресурсы или защищать их? Ну, пожалуйста, яркий пример. Та самая история Демократической Республики Конго или бывшего Заира. Сначала в этих местах обнаружится выгодный ресурс под названием рабы. Их будут вывозить на плантации в Америку. Потом европейцы найдут там другой ресурс, каучук. И местные племена в таком же рабском состоянии будут собирать его для бельгийского короля. Затем алмазы, уран, теперь вот кобальт. И обратите внимание, пока ни один из этих ресурсов не сделал богатыми саму Демократическую Республику Конго. А только тех залетных ребят, кто эти ресурсы там добывает. Просто вместо прогрессивных европейцев пришли такие же прогрессивные, но уже китайцы. Право сильного против право хитрого. Выбирайте. Уверен, нечто подобное случится и с нетронутыми местами вроде Кларион Клипертон. Помните, я начал с подводных залежей на дне Тихого океана. Сейчас там никто ничего не добывает. И в первую очередь, потому что это далеко и дорого. Ручками таскать кобальт в Конго есть миллионы нищих желающих. И это по-любому дешевле, чем хитро вышморганно пылесосить морское дно на глубине 4 километров. Да и спрос на тот же кобальт в мире пока терпимый. То есть жить без него можно. Получается, на данный момент такие месторождения это резерв пока что всего человечества. Но вот в ресурс для конкретных стран он превратится тогда, когда вдруг резко будет не хватать того же кобальта. Или он станет на долгое время дорогим и прибыльным. Поэтому государство так аккуратно пробует прощупывать почву. Или вернее сказать дно через организацию ISA. Да, именно они отвечают за все международное морское дно. А это на секундочку больше половины мирового океана. Соглашение с ISA подписали уже 168 стран. Обратите внимание, кто не подписал. Ну то есть кому потенциально закон не писан. Но чтобы получить разрешение на глубоководную разведку, пока еще даже не добычу, надо очень постараться. Например, компания из большой и развитой страны, вроде Канады, должна договориться со спонсорами из какого-то маленького развивающегося государства, вроде Науру, и подать заявку в ISA. Ну вы уж догадываетесь, что таких совместных предприятий уже несколько десятков из всех возможных стран. Потому что никто не хочет проигрывать потенциальную гонку за бесплатно раскиданные ресурсы на дне океана. Вне зависимости, какой политический строй на дворе или в голове, кто ваш президент, какой за окном климат, вам все равно захочется в жару охладиться, холод, согреться. Неплохо бы поесть несколько раз в сутки, включить комфортные температуры, воду из-под крана, а еще телевизор, компьютер и смартфон. И для всего этого вам понадобится энергия. А чтобы ее получить, передать или использовать, нужны будут природные ресурсы, за которые человечество бьется вот всю свою историю. И не верьте тем, кто твердит, что это время прошло. Наоборот, мы на пороге большого слома. Невероятно растет население на юге Азии и в Африке, и им понадобится все больше энергии и технологий. А следовательно, нас ждет противостояние. Им, возможно, войны тех, у кого ресурсы и технологии есть, с теми, кто их потребляет. И да, какая бы новая нефть в 21 веке не появилась, все предыдущие нефти вот просто так за один час никуда не денутся. И за них по-прежнему будут бороться. Если зашел контент, не забывайте реагировать на него. Подписывайтесь на телеграм-канал послезавтра. Пересылайте друзьям. Не забывайте про Бусти и Патреон для тех, кто хочет поддержать команду и найти какой-то дополнительный контент о том, как создавать такие ролики. Ну и до будущего. Субтитры сделал DimaTorzok